МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас приветствует информационная служба телекомпании Ирбис. В эфире новости и я, Владимир Чубенко. Главные события, факты и комментарии. Сегодня в выпуске. По согласованию с администрацией президента депутаты одобрили кандидатуру Ержана и Манзаипова на пост Акима Павлодара. Проезд закрыт. Жители садоводства «Энтузиаст» не могут проехать к домам. Я вызвала скорую. Эта скорая еще на улице Буран. Эта скорая блуждала, блуждала. В конце концов, с этим ребенком я побежала к скорой. Точный прогноз. 15 градусов мороза ожидается в новогоднюю ночь. Руководители управления энергетики Павлодарской области наказали из-за коммунальной аварии в Экибастузе. Асаин Байханов во время рабочей поездки поручил Акиму города Горняков также привлечь к ответственности и других причастных к ситуации чиновников. На теплосетях до сих пор не устранены 110 повреждений. А все подробности в сюжете Ильяса Рамазанова. Асаин Байханов посетил улицы Кощербаева и Беркимбаева, где продолжается ремонт теплосети. В этих домах по сей день параметры ниже среднего. Аким города отметил новую сеть, подключат к другой тепломагистрали, и это позволит усилить подачу. По городу продолжается работа по наладке и балансировке систем теплоснажения с включением коллективных специалистов. Ведутся текущие работы по устранению поступающих дефектов, повреждений в круглосуточном режиме. На данный момент у нас осталось порядка 110 повреждений. Тем временем чиновников начали привлекать к ответственности за допущение чрезвычайной ситуации. Первым стал руководитель управления энергетики ЖКХ Ержан Салханов. Ему Аким области объявил дисциплинарное взыскание. Необходимые дальнейшие увеличения к ответственности должности к городу и Кибастузу. А я вам отвечу, что я жду от вас внесения соответствующих предложений. Относительно других лиц, которые отвечали в области за такую работу, соответствующие кадровые решения я приму в ближайшее время. Глава региона извинился перед кибастузцами за сложившуюся ситуацию. Асейн Байханов отметил, что до сих пор ТЭЦ работает нестабильно. Илья Сармазанов, телекомпания Ирбис. Нового градоначальника представил глава региона. Им стал Ержан Иманзаипов. Ранее он работал руководителем аппарата Акима города Павлодара. Все подробности расскажем в нашем обзоре. Я только напомню о том, что подписавшись на социальные сети телекомпании и посетив сайт irbistv.kz вы всегда будете первыми в курсе всего происходящего. Кандидатура нового Акима Павлодара была согласована с администрацией президента и одобрена депутатами городского маслехата. Асейн Байханов определил приоритеты работы Акима Павлодара и пожелал успехов. Об этом сообщает главный новостной аккаунт региона irbistv. Здесь же описан весь трудовой путь чиновника. Заходите и оставляйте свои комментарии. А какие новогодние традиции есть в вашей семье? Этот опрос телекомпании Irbis в социальных сетях вызвал невероятный ажиотаж и нашел отклик у горожан. Обязательно заходите и оставляйте свои комментарии. Будет интересно. А это новые фантастические участники челленджа от телекомпании Irbis. Потрясающие, креативные, а главное поднимающие и себе, и всем окружающим новогоднее настроение. Их уже оценили тысячи пользователей Инстаграм. Серия публикаций по теме новогодняя мода завершается. А все, кто стал ее героями, мега молодцы. Сейчас мы прервемся на короткую рекламу, затем снова вернемся в студию. Впереди еще много интересного, а также спорт с Артемом Булановым, ну и наш специальный информационный блог. Не переключайтесь. Автомастерская на Шашкино предлагает полный спектр услуг по следующим направлениям. Ремонт и покраска кузовов и бамперов любой сложности. Выравнивание перекосов, выведение геометрии зазоров на современном оборудовании стапель. Полировка кузовов и фар. Шумоизоляция салона. Мелкосрочный ремонт дверей, замков, багажников, механизмов, стеклоподъемников. В автомастерской на Шашкино ваш автомобиль станет как новенький. Безупречный вид надолго гарантирован. Автомастерская на Шашкино находится по адресу улица Шашкино, 22, микрорайон Зеленстрой. Вторая линия. Телефон 8776-325-70-02. Я Елена Белоградова. И я всех приветствую в студии программы «Здоровая тема». Говорить будем о здоровье и красоте. Новый год все-таки. А для меня, допустим, это все-таки в первую очередь эстетика. Это гигиена. Кому-то это нравится, кому-то нет. Но подчеркнем, наверное, что все-таки следить за собой необходимо, да? Рынок депиляции у нас взорвался за счет как раз-таки продуктов «Эластик». Юра, ты, кстати, когда-нибудь делал такие процедуры? Цвет настроения синий. Реально синий. Посмотрите, какая красота. Как все-таки встретить 1 января и провести праздник без лишних килограммов и в хорошем самочувствии? Не злоупотребляйте крепкими напитками. Это нездоровая тема. Ведь золотое правило новогодней ночи – вовремя остановиться. Пейте много воды. Простой воды или с лимонным соком. Будьте крепкими и здоровыми круглый год. Берегите себя, своих родных и близких. Здоровая тема на телеканале «Ирбис». Не пропустите. Ваш автомобиль отказывается ехать? Нужна диагностика и срочный ремонт? Обращайтесь в новый автосервис «Экспресс». К вашим услугам. Ремонт ходовой части, шиномонтаж колес, замена масел, промывка системы охлаждения, после гарантийное обслуживание, компьютерная диагностика, компьютерный стенд для регулировки геометрии колес, промывка топливных форсунок, мелкосрочный ремонт двигателей, замена агрегатов ДВС и трансмиссии АКПП, МКПП, замена ГРМ ремней и приводов, замена сцепления. Современное оборудование, приемлемые цены, скорость и профессионализм – все это в автосервисе «Экспресс». Центральная промышленная зона 2 возле Hyundai-центра. Телефон 8707-125-70-02. А мы ничего не забыли? Золотые мои! А горошек взяли? А вот столько майонеза хватит? А напитки? Сколько воды взяли? А торт? А торт я никогда не забуду. Хэппи-кейк. Невозможно забыть. Ммм, молочная девочка просто восхитительна. Точно. Молоко уже забыли. Мы будем сегодня делать домашний майонез. Это здоровая тема. Это здоровая тема, говорите. А вот у тебя прям талант, посмотрите. Красота-то какая-то, смотрите. Это все практические вещи, друзья. Она ведь там еще говорит фразу, коронную свою фразу. Кто вам сказал делать это? Это вообще интрига года, наверное, делать что? А вот это и пусть останется интригой года. И дальше. Пускай все ваши заветные мечты исполнятся в новом году. За Лукашина. А почему? Потому что он женится. И когда мы это увидели, я тоже так сказала сына. Говорю, ну, наверное, Дед Мороз уже не успеет это довести. Он уже все купил. Маш, Дед Мороз существует. Во-первых, не слушай нездоровые темы. Проект «Откровение» и я. В эту субботу на телеканале Ирбис. А сейчас серьезно? Я не люблю шампанское. У жителей Павлодарской области есть возможность улучшить городскую инфраструктуру по государственному проекту бюджет народного участия. В следующем году на это будет выделено 3 миллиарда тенге. А все подробности у Артема Буланова. В этом году по бюджету народного участия установили современную детскую площадку, теплую остановку. А в мини-сквере появился прототип сейфелевой башни. Горожане предлагают свои идеи. За себя, наверное, да, может быть, и участвовал бы. А за жителей, не знаю. Вот насчет теплых остановок, вот это бы желательно. Потому что сейчас же январь скоро придет. А морозы-то придут хорошие. А на остановках стоять тяжко. Жители, наверное, знают лучше, что надо им. Детские площадки или еще что-то там во дворах, освещение. И площадки были бы, и бордюры были бы, и озеленение было бы где нужно. Эксперты советуют для выбора проекта детально его продумать. Правильно определить тему, обратить внимание на экологичность, найти единомышленников, которыми могут оказаться даже соседи по дому, КСК, коллеги. Город Павлодар в этом году перестроил совсем свое отношение к этому. И они на следующий год порядка трех миллиардов на бюджет народного участия выделяют. И очень активно начали работать с населением. То есть средства массовой информации, их все источники. Чтобы люди откликнулись на это. Проекты, реализованные в этом году по программе бюджет народного участия, были направлены на благоустройство дворов, скверов, детских и спортивных площадок. Не меньше планов по реализации своих инициатив у горожан и на следующий год. Артем Буланов, Серик Унакбаев, телекомпания «Ирбис». Время экономических новостей. Ведущий рубрики сегодня Азамат Айтхалин. Приветствую тебя, Азамат. Скажи, а вот ты в детстве писал письма Деду Морозу? Привет, Владимир. Конечно, писал. И достаточно долгое время. Здравствуйте. Стоит отметить, традиционная почта не ушла в прошлое. Объем услуг почтовой и курьерской деятельности за год составил 51,7 миллиардов тенге. Это на 2,5% меньше в стоимостном выражении, чем за аналогичный период прошлого года. Если вы планируете заняться бизнесом, но вам негде хранить товар, я знаю, идеальное место. В Павлодаре по адресу улица Торговая, 2,4 издают в аренду складские помещения, площадью 450 и 850 квадратных метров. В здании проведены все коммуникации, центральное отопление, электричество и вода. Цена за квадратный метр – 1400 тенге. Обращайтесь по телефону 8701 027 84 89 8701 032 99 58. Салон европейской обуви «Ральф Рингер» приглашает на поступление новой коллекции зимней обуви в ассортименте как мужская, так и женская. На любой, даже самый взыскательный вкус. Одни из главных качеств товара – современный дизайн и непревзойденный уровень комфорта, который обеспечивают высокотехнологичные подошвы. Делает пешие прогулки настоящим удовольствием, удобная колодка с широкой носочной частью и эластичные материалы, из которых изготовлена обувь. Кстати, приобрести ее можно в рассрочку. Салоны «Ральф Рингер» расположены в торговом доме «Тулпар» «Бутик-221», «Артур-2» «Бутик-356» и в старом «Цуме» «Бутик-22». Также есть салон «Ваксу» в торговом доме «Агидель» «Бутик-22». Приятный сюрприз в преддверии Нового года в отделе «Мед Алтая». Снижение цен от 1500 тенге за килограмм душистого нектара – это настоящий подарок. Ведь в ассортименте только элитные сорта янтарного лакомства. Приобрести вкусный, а главное – полезный товар вы можете в торговом доме «Квазар» по улице Истая, 81. В завершении курс валют в Павлодаре доллар стоит 466 тенге, евро – 495, рубль – 6,5 тенге. У меня на этом все. Владимир. Благодарю и к другим новостям. Уже с января регистрация на рейсы лу-костера «Флайер Стан» в аэропортах станет платной. Стоимость на одного пассажира составит 1000 тенге, а за 500 смогут зарегистрироваться те, кто заранее купит услугу «Регистрация в аэропорту» на сайте компании. Как зарегистрироваться на рейс бесплатно и для чего внедряются изменения – в сюжете телеканала «Ирбис». Авиакомпания «Флайер Стан» настоятельно рекомендует проходить регистрацию бесплатно. Сделать это можно онлайн на сайте flyerstan.com или в мобильном приложении «Флайер Стан». Услуга открывается за 30 дней и закрывается за 40 минут до вылета. Для тех, кто не зарегистрируется заранее, услуга регистрации в аэропорту, в терминалах самообслуживания «Айжан» или через классические стойки регистрации. Там, где нет терминалов, станет платной. Эта практика активно используется у мировых лоукостеров и применяется перевозчиками для оптимизации процессов и улучшения сервиса в аэропорту. В ходе оптимизации процессов авиакомпания «Флайер Стан» также внедрила киоски саморегистрации «Айжан» для того, чтобы одновременно регистрировать пассажиров на 3, 4 и более рейсов, тем самым сократить очереди в аэропортах, улучшить и обеспечить сервис пассажирам. Также в этом году авиакомпания «Флайер Стан», вторая в Казахстане получила, это вслед за материнской авиакомпанией «Эйр Стана», мы получили 4 звезды признания международного рейтингового агентства «Скайтрекс». Это считается высоким показателем. 2022-й был очень плодотворным годом для лоукостера, который не только внедрил стойки саморегистрации, получившие мировое признание, но и обновил свой авиапарк абсолютно новыми самолетами «Аэробус». В следующем году «Флайер Стан» планирует экспансию по увеличению самолетов, расширив флот до 19 лайнеров «Аэробус». Артем Буланов, Максим Носков, телекомпания «Ирбис». Авария по улице Лермонтова попала на камеру телефона зрителя «Ирбиса». Водители, будьте осторожны, призывают жители Павлодара. А все подробности в мобильном приложении присылайте и вы свои видео в WhatsApp по номеру 8705-631-85. Мы обязательно покажем. Теперь давайте смотреть очередную подборку. У Лермонтова весна в аварии. Три машины столкнулись. Хочу довести до вашего сведения. Сегодня у жителей Павлодар-Монтова 109, 107, 107-1, 111, 113 праздник. Свет появился во дворе. И что самое характерное, столбы, конечно, стояли. Утром начали, а вечером уже светло, ярко, хорошо всем. Большая благодарность. Могут же, когда хотят. И это очень хороший подарок к празднику. На улице 12 часов дня. А фонари на конечной улице Айманово уже горят третий день. Примите меры. Время коммунальной сводки ее ведущий Ильяс Рамазанов. Приветствую, Ильяс. Сегодня в жилых домах на радиозаводе отсутствовало электричество. Какая проблема? В чем причина? Приветствую, Владимир. Причина в повреждении на электросети. Здравствуйте. Количество отключенных домов неизвестно. В энергетической компании сообщили, что ситуацию исправили к обеду. Напоминаю, если в вашем доме батареи еле теплые, из крана бежит вода тонкой струйкой, а канализация забивается, звоните в нашу редакцию по номеру 5599 или пишите на WhatsApp 8705-631-85. Мы все покажем в эфире. Ждем ваших обращений в новом году. На этом у меня все. Владимир. Спасибо. И это была коммунальная сводка. Продолжим выпуск. Инклюзивные образования активно развивают в Павлодарской области. Для поддержки особенных детей открыты специальные кабинеты. Подробности знает наш корреспондент. Для поддержки детей с особыми образовательными потребностями дополнительно открыты три кабинета поддержки инклюзии для школьников с расстройствами аутистического спектра. В 2023 году в Павлодаре запланировано создать еще пять. Планируем мы в будущем году проводить организацию детских садов. Эту работу начали еще мы в 2022 году. На этой цели были выделены средства на разработку поезда для четырех детских садов города Павлодара. В 2023 году планируем организировать и оснастить четырех садах в городе Павлодар. Стоит отметить, за особый вклад в развитие системы образования за три года 82 педагога области награждены нагрудным знаком с выплатой премии в размере тысячекратного МРП. 27 победителей областного конкурса «Лучший педагог» получили вознаграждение в размере 300-кратного месячного расчетного показателя. Замата Идхалин, Сирико Нагбаев, телекомпания «Ирбис». Новогодние праздники в Павлодаре пройдут без существенных морозов. Об этом рассказали синоптики. Ожидается, что в ночь с 31 на 1 температура воздуха будет в пределах минус 15. При этом специалисты назвали самый холодный и самый теплый Новый год. Подробности в нашем материале. Встретите 2023 на центральной набережной возле главной городской елки в этом году реально. Синоптики прогнозируют ясную, безветренную и относительно теплую погоду. А волшебства добавят осадки в виде снега. Снег, по данным синоптиков, будет идти с 31 по 2 января. И при этом порывистого ветра не ожидают. Столбики термометра в последний день 2022 года опустятся до минус 5. А вот 1 января ожидается 10-15. Бывает, гуляем по набережной с друзьями. Бывает, дома обходимся семейным кругом. По-разному бывает. Когда погода хорошая, всегда охота погулять. В новогоднюю ночь нет, погода в важную роль не играет. Я отмечаю дома, а потом прогулки по городу. Неважно, если будет сильный даже мороз, все равно пойдете. Да. Ночью столбики термометра в среднем будут держаться на минус 15 градусах. Между тем, синоптики назвали и самый морозный Новый год в Павлодарской области. По данным многолетних наблюдений, самый холодный день 31 декабря отмечался у нас в 1955 году, когда температура воздуха опускалась до 42 мороза. А самый теплый был в 1978 году. Дневная температура достигала 3 градусов тепла. К слову, 3 января в регион придет циклона. Вместе с ним усиление ветра и буран. Но морозов ждать пока не стоит. Артем Кулеван, Сирикон Акбаев, телекомпания «Ирбис». Ко мне в студии присоединяется ведущий спортивных новостей Артем Буланов. Приветствую тебя, Артем. Ну что, воспитанник Павлодарского хоккея Диаса Таханов считается, ну не считается, признан открытием года. А вот почему, какая у тебя информация? Здравствуй, Владимир. Здравствуйте, дорогие зрители. Представляешь, воспитанник Павлодарского хоккея входит на данный момент в топ-5 самых эффективных игроков лиги, а выше него только мастера из ведущих школ СНГ. Ну это просто фантастика. Да, молодец. Еще больше новостей спорта через мгновение. Не переключайте. Не знаете, где провести выходные? Ответ всегда есть у Одины Есеновой. Она уже побывала в лучших местах Павлодарской области и готова предложить вам незабываемый лучший отдых с... Самое время продумать комфортный отдых. Смотрите в эфире телекомпании «Ирбис» по пятницам в специальном информационном блоке новостей и пересматривайте на странице в Инстаграм «Ирбис ТВ. Кейзет». Сегодня я расскажу, как можно совместить приятное с полезным. Если у вас есть предложение, звоните в рекламный отдел 550855. Хоккейный клуб «Иртыш» в уходящем году успел подписать контракт с молодым защитником. К клубу присоединился Данил Солтан. Ранее он выступал за Руднинский горняк. Белосиние провели последний матч сезона, после чего заметно улучшили свое турнирное положение, хотя абсолютно никто не делал ставку на молодой состав повладарцев. Коллектив причисляли к аутсайдерам, но «Иртышу» в полуразобранном состоянии. Все-таки удалось худо-бедно навязать борьбу за выход в плей-офф. В таблице казахстанской лиги «Сыра Арка» еще задолго гарантировала себе первую строчку. Далее идут «Намат», «Хумо» и «Октобе». «Орланы» и «Би-Борыс» неожиданно из лидеров превратились в середняков. «Иртыш» ведет ожесточенную борьбу за выход в плей-офф. Основные конкуренты – «Горняк» и «Кулагер». Первые матчи в новом сезоне повладарцы проведут дома против «Торпеда». Игры запланированы на 18 и 19 января. Сильнейшие детские команды Казахстана показывают запредельный хоккей. Даже опытные наставники в восторге от ребят из Бишкека, Шумкента, Петропавловска, Астаны и, конечно же, Аксу. Восемь сильнейших команд, составленных из 13-летних ребят, собрал детский чемпионат Казахстана. Причем в Павлодар приехали клубы, базирующиеся на юге нашей страны. Отличный ход набрали ребята из Аксу. Местный коллектив «Молния» претендует на самые высокие места. Наши парни, они вообще молодцы. Ну и, конечно, заслуга большая тренерского штаба. Старания, характер. Для наших ребят, конечно, главное – лед, чтобы он был круглогодичный, потому что так сложно. А, кстати, у вас же вот эта стройка велась и вот сейчас на ком этапе? Ну, стройка ведется, сейчас зима, поэтому там чуть приостановлено, ждем тепла, возобновления работ. Матчи проходят на арене «Спортсити». На льду команды выясняют, кто же сильнее. Хорошие шансы на золотые медали по итогам чемпионата у Астаны. Шемкенского «Турана» и коллектива из Аксу. Итоги сезона подводят участники национальной футбольной лиги. Павлодарские школьники на равных играли с лучшими сборными страны. А какое место завоевали, узнаем прямо сейчас. Прекрасный зеленый газон. Здесь ребята тренируются и, возможно, именно поэтому у них получается побеждать красиво и эффектно. Защищали честь области на республиканском финальном розыгрыше. Добились исторического результата. На республике у нас представляла Абайская школа. Среди юношей она заняла третье почетное место. Среди девушек представляла 25-я школа, заняла четвертое место. Но по итогам общей национальной школьной лиги под седьмым и восьмым классом мы заняли общая команда второе место, пропустив Туркестанского выстока вперед. В новом году планы удержать чемпионский вектор и, наконец-таки, завоевать золотые медали для Павлодарской области. Прославленный казахстанский профессиональный боксер Александр Журавский, эксклюзивно для телекомпании «Ирбис», оценил уровень подготовки местных спортсменов, а также дал свой прогноз на 2023 год. Павлодарская школа бокса в 2022 году сделала огромный шаг вперед, чего стоят только две завоеванные медали чемпионата Казахстана. Но не только любители, но и профессионалы отличились в уходящем сезоне. Экибастузцы Серик Мусадилов и Муса Турсенгалеев. Профессиональный бокс у нас сейчас развивается очень, так сказать, интенсивно. Потому что наши ребята сейчас покоряют и Америку, и Европу. И очень удачно выступают, и занимают нормальные места в рейтинге. Александр Журавский и сам еще не думает вешать перчатки на гвоздь. Он, как всегда, скромен и готов дать бой любому топовому сопернику. Сейчас готовится к новому вызову. В Павлодаре есть уникальная группа каратисток. Девушки от 18 до 50 лет тренируются и не просто владеют эффективной техникой единоборств, а даже завоевывают новые пояса. На их занятиях побывала наша съемочная группа. Тренировки в этой группе всегда проходят с огоньком. Девушки на своем примере показывают и доказывают, заниматься спортом никогда не поздно. Наоборот, это очень важно для здоровья, ведь каратэ это не только занятия, которые делают крепче тела, они дают рост разума и воли. Я никогда, например, не занималась спортом. И в свой возраст, 42 года, первый раз пришла, и вот уже мы защитили оранжевый пояс. Для меня, например, это большое достижение. Эмоции – это вообще, это что-то, это вообще, когда на протяжении жизни семья, быт, вот это вот все, да, и ты пришел первый раз в спорт, это вообще, это, как сказать, эмоции вообще большие. Всегда бежишь после работы, там не смотришь работа, не работа, всегда бежишь именно в зал. По здоровью, здоровье намного улучшилось. Эта группа особенная, так как здесь занимаются чисто женщины, девушки, возраст, вот, 18 лет старше. Они уже семейные, у них есть свои дети, маленькие, подростки. И они изъявили желание заниматься каратэ, именно в женской группе, под руководством тренера-женщины. В свободное время после работы они приходят в зал, отрабатывают удары на лапах, макеларах. Каратэ – единоборство, которое полезно не только из-за развития физических данных. Эта философия, причем позитивная, каратисты-оптимисты, и год они завершают виртуозно. Новости спорта подошли к концу, но это вовсе не повод прощаться, потому что прямо сейчас специальный информационный блог. Академия Востока и vraжение завершает. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова